Доброе утро, девочки мои! Сегодня вроде хорошая погода, несмотря на то, что дует ветер. Но небо чистое. И у нас уже 13 градусов на градуснике. Ну, до 14 днём. В общем, погода лётная, и я собираюсь вылетать из дома. Ещё раз доброе утречко, мои хорошие! Куда же я собралась? А я хочу сегодня опять смотаться в Мегу. Написала я себе, что мне нужно купить, либо посмотреть. Ну, самое главное, что решила я купить рамку 30 на 30. Барсика я этого делаю, алмазной вышивки. Уже где-то одну треть я сделала. В общем, не за горами, и финиш будет. Ну, я решила уже заодно посмотреть рамку. Рамку, вернее, купить надо. И, наверное, ещё парочку рамочек, таких, которые у меня уже есть. Потому что я некоторые картинки заменила, сложила. Ну, рамок не хватает. Дальше что ещё? Хочу всё-таки посмотреть. Я штаны себе зимние какие-то на зиму под пальто, которое я купила. Возможно, чёрные куплю. Может быть, ну, какие-то тёмные посмотрю ещё. Ну, первым делом, конечно, я направлюсь в спортмастер. А почему в спортмастер? Вот вы написали многие, что очень дорого, там, дорогие вещи. Да, дорогие, я согласна. Но там же есть технологии, которые применяются специально для спортсменов, чтобы вещи были тёплые, дышащие. И в то же время согревающие. То есть я могу позволить себе там, может быть, купить какую-то вещь, чтобы она была не дутая. То есть штаны не с начёсом, вот такие вот, да. Может быть, какие-то лёгкие, какие-то тонкие, но чтобы они держали тепло. В общем, короче, хочу посмотреть, какие там есть штаны. Потому что в прошлый раз мне было не до штанов. И я, в общем-то, не рассматривала штаны. Может быть, другие магазины ещё загляну. И хочу ещё посмотреть сумочку-планшет. Я давно такую сумочку хотела. Потому что, если я выхожу из дома ненадолго, чтобы можно было туда просто кинуть кошелёк, очки, ключи, телефон и всё. Такая вот, знаете, плоская, хочу такую вот, знаете, типа как квадратненькая, плоская, но чтобы она одевалась через голову с длинным ремешком. Это не на далёкие расстояния. Это, может быть, сходить в садик или, может быть, выйти в магазин вот сюда рядом. Большую сумку я покупала, потому что я с собой таскаю много. То мне надо какие-то документы положить. Обязательно бутылка с водой. Если я вот уже надолго выхожу из дома, мне всё время хочется пить, я бутылочку с водой ношу с собой. Вот. Ну и ещё там какие-то другие ещё прибамбасы. В общем, приходится с собой таскать. Лекарства ношу с собой. Такая маленькая косметичка. И там такие вот, которые могут вдруг моментально пригодиться. Там от изжоги, может быть, или ещё там. От чего-то. Ну, ношу. Я уже привыкла. Короче говоря, какие-то вещи мне всё время сопутствуют, если я выхожу из дома больше, чем на час, скажем. Вот. И, кстати, вот сейчас тоже думала взять, может быть, небольшую бы сумочку. С другой стороны, воду надо положить, то надо положить. Ну, в общем, в итоге беру всё равно с собой большую. Вот. Ну, маленькую я как бы тоже хотела бы иметь. Такую вот именно маленькую. Раз через шею, через голову перекинула и помчалась. Там в садик сходила. Вот кошелёк с собой, если что-то по дороге купить с продуктов. И, в общем-то, больше уже ничего. Вот. Ну, куплю, куплю, не куплю, не куплю. Кстати говоря, я зайду там, может быть, я знаю один магазин там с сумками. Ну, если он там находится давно, я там просто уже не ходила по этим магазинам. Но, во всяком случае, если кто-то знает, где в какой магазин зайти, кто-то видел, может быть, такую сумку, чтобы она была вот не дутая какая-то, вот какая-то плоская, вот типа как планшет. Чёрного цвета я хочу, чтобы она была. И всё. Ну, можно чёрного или серого. Ну, как-то так, чтобы не цветная какая-то была. В общем, и всё. Ну, так, загляну, это попутно, это не принципиально срочно мне. Но самое главное, что мне бы хотелось бы штаны, конечно, приобрести. И вот рамка мне тоже нужна. Ну, помимо этого, ещё хочу прикупить там кое-какие, может быть, по мелочи. Посмотрю, там банки, может, для специй или ещё что-то. Так, написала на всякий случай, мелочёвочку. И будем смотреть. В общем, в любом случае, у меня сегодня день свободный. И, в общем, я с утра собралась уже. И выхожу из дома. И едем мы с вами в Мегу. Походим по магазинам, пошатаемся, да? Ну что, вышли и пошли. Ой, девочки, на улице так классно. Люблю я утро выходного дня. Почему-то в выходные утром тише, чем в будни. И так хорошо на улице. То ли машин, потому что меньше, я не знаю. Ну, в общем, двинули, двинули. Хорошо. Хорошо бы мне хватило бы меня на дольше походить там, чтобы быстро я не устала. Ну всё, едем скорее. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну маски надеваем. Первым делом выйду в спортмастер. Так, ну я вижу, тут есть штанцы. Но я немного не такие хочу. Так. Не буду я по ценам тут останавливаться, потому что мне очень много сегодня надо обойти всего. Вот такая штука у меня сиреневая только есть. Уже сколько лет я её проносила. Она ещё в прекрасном состоянии. Ну вот это без скидки тысяча стоит. А со скидкой 800. А вот водолазочки такие утеплённые. Внутри с начосиком. Классные. Тоже разные-разные расцветочки есть. Вот тут вот. Вот со скидкой. Нет, я за такую цену не буду брать. Но это совсем не то, что я хочу. Идём дальше. А вот штанишки. Вот они внутри с начосиком. Такие очень эластичные, мягкие. Вот это вот кайф. Да. Брёчками как бы сделаны. В общем штанов тут есть тёплых. Разных всяких полно. Из разных материалов. Разные утеплители используются. Но вот только одни я нашла. Которые именно то, что я хочу. Ещё сейчас смотрю дальше. Есть такие вот, как куртки прям. Есть ещё теплее прям. Вообще вот кто в Сибири живёт, кому минус 40 градусов. Вот как пуховое пальто, такие же пуховые штаны есть. Вот, тёплая какая. Очень тёплая вещь. Вот такие штанишки. Ну вот хорошо, когда они заужены к низу. Я вот взяла. Взяла то, что я вам показала уже. Но я не знаю, размер подойдёт, мне не подойдёт. Вот такие, видите. Ну такие я не хочу. Такие у меня вот, типа таких они у меня были. Но не хочу. Так, ну что, девочки. Погуляла я по спортмастеру. Но довольно-таки долго. И, в общем, взяла штаны. Взяла кофточку тёплую. Носочки тёплые, длинные. И у меня там ещё бонусы были. Очень хорошо. Скидочка получилась хорошенькая. Так что я довольна всем. Дома покажу. Ну, идём дальше. Смотрю я в рандеву. Здесь есть какие-то сумочки разные. Ну, зайду быстренько прошвырнусь. Вот такая вот сумочка. Мне нравится что-то типа такого. Сумочка-планшетик. Так, ну, узнаем сейчас, сколько это стоит. Со скидкой. Девочки, ну я вам показала сумочку. Там музыка играет. Не стала сильно долго говорить. В общем, вот примерно такой планшетик, сумочку я хочу. Так, леди сити. Не знаю, тут сумок немного. Тут я не буду заходить. Вот мне, конечно, цена не подходит. Там она стоит 8 с чем-то. А со скидкой она стоит 6,890. Ну, то есть 7 тысяч почти. В общем, такую сумочку для повседневной носки чисто так. Вот, знаете, там в садик за ребёнком выскочить. Или в магазин там за хлебом. Ну, куда-то недалеко. Я не хочу такую дорогую покупать. Мне такая дорогая не нужна, в общем. Так, а вот это что-то тут лежит. Надо посмотреть. Вот я смотрю, какие-то тут есть планшетики. Вот такие вот сумки-планшетики. Вот, например, 2,500. Ну, это мне уже подходит более-менее цена. Сейчас я спрошу продавца, что тут есть. Так, вот этот планшет стоит 4,200. Это опрессованная кожа. А вот это кожзаменитель. Ну, чуть-чуть он на ощупь погрубее. Но это стоит 2,500. Вот, я сейчас в раздумьях. Какой мне взять? Так, девочки, я смотрю, общепит работают, кушают. Прекрасно, замечательно. Я вот думаю, перекусить или нет, что мне сделать? Или идти дальше? Но я пока что вроде бы не проголодалась ещё. Так ещё нормально. Хочется побыстрее, честно говоря, закончить свои дела и бежать домой. Не люблю я долго находиться в таких местах. Сегодня, кстати, воскресенье, народу много. И это мне тоже не нравится. Так, ладно, бегу дальше. Я ещё пока сумку не взяла, я пока решила подумать. Зайду ещё в магазин сумок. Кстати, сумки, это находятся вот эти вот, что я сейчас смотрела, за 4,200 и 2,5. Это находится на островке. На одном проходе, она сказала, ещё на втором проходе. Вот я вижу сумочки. Посмотрю, что ещё тут есть. Ну вот я нашла тут какие-то планшетики. Сейчас посмотрим, спрошу у продавца. Сумочки такие. Не, сумочки такие не хочу. Хочу планшетик. Так, ну я иду в направлении империи сумок, потому что я так походила, посмотрела ещё по другим магазинам и поняла, что сумку за 4,000, за 4,5 можно намного лучше выбрать. Поэтому я на этом островке брать не буду. Но если только за 2,50, может быть, не знаю. Ну, сейчас посмотрим, что нам империя сумок предложит. Девочки, захожу, и тут уже сразу полно сумочек, планшетов. Именно вот, ну, примерно такого плана, который мне надо. И ещё говорят, тут сейчас скидочка хорошая, 40% на многие вещи. Вот я смотрю, вот видите, маленькие сумочки такие небольшие, плоские. Я думаю, что здесь такой ассортимент, что возможно, возможно, я себе что-нибудь тут выберу. Вот такие вот ещё. Ну, вот классно, классно. Вот ещё какие-то, ну, мне нужна именно чёрненькая, потому что это пальто, которое я купила. Ну, вот есть такие сумочки небольшие. Так, ну, это более классика, наверное. Девочки, ну, как вам такая сумочка? Вот я выбрала такую. Сюда может ещё и телефон с палкой поместиться, помимо всего, что мне нужно. Вот так вот, вот буду ходить. Вы переживали, что я купила себе большую спортивную. Вот такая маленькая ещё теперь будет. Так, ну что, мои хорошие, купила я сумочку со скидочкой 2500, прекрасно симпатичная. Взяла уже терешку и отправляюсь я в Ашан. Надо мне там ещё полазить. Но в Ашане лазить тоже долго я не буду, потому что мне ещё надо в Икею зайти. И у меня есть список товаров, которые мне нужно купить. Поэтому я сейчас строго по товару и ни шаг ни вправо, ни влево не буду делать. И всё. Давно, я видно, здесь не была. Здесь был стол, где нужно было запаивать вот эти все сумки большие. А сейчас я не знаю, как пропустят мне с ними или нет. Посмотрим. В общем, я пришла, где вот эти баночки для сыпучих, для круп, там такое всё. Ну, в общем, небольшой это выбор, так сказать, да. Но я более-менее выбрала и недорого. До литра с крышкой вроде 89 вроде стоит. И вот таких вот несколько штук взяла. Но с прозрачной крышкой было их всего три. Взяла одну ещё непрозрачной крышкой. Ну, тоже недорого. Ладно, посмотрим по чеку, сколько выйдет. Вот этих у меня пять последних. Ещё бы одну шестую взяла, но нету. Так, тут ёмкости в соседнем ряду есть, но только металлические и стеклянные. И круглые. Мне не хочется брать круглые. И не хочу металлические, и не хочу стеклянные. Стекло. Тяжёлое стекло. Ой, какие тут огромные расстояния приходится идти. Вот, чтобы купить станок, который я хочу, надо вот аж сюда надо тащиться. Так, есть? Вроде есть. Тут такой огромный выбор. Ещё надо постоять, подумать, какую брать. Да, если бы я приехала сюда в будний день, народу было бы меньше, было бы лучше. Ну, ладно. Я думаю, что позже будет народу ещё больше. Сейчас я ищу кофе без кофеина. Не могу его, что-то в последнее время не вижу. В пятёрочке, в магните тоже. И что мне ещё? Хотелось бы купить ещё закваску для йогурта. Тоже я раньше её брала только в Ашане. Субтитры подогнал «Симон»! Девочки, икра красная, 717 стоит 100 грамм. А чёрная стоит 2,993 тысячи. Тоже маленькая баночка. И вот чуть побольше баночка. 100 грамм стоит 5,4 тысячи. Короче, обалденные цены. Ну, чёрная-то, конечно, дороговато. А красную можно 100 грамм взять, я думаю. Девочки, у меня телега полная. И, собственно говоря, вот в Икею я шла. Вот за этими тремя рамками. Всего-то навсего. Ну, я быстренько опромелась. Не стала там ничего снимать. Народу полно. Я проголодалась. Очень хочу уже домой. Кстати говоря, ну, я вот вышла там, где выход. А там, где вход Икея, там ресторан Икея. Туда опускают только по QR-коду. Ну, я, собственно, здесь и не планировала особо покушать. Но я смотрю, везде очереди. Народу много. Поэтому я уже быстрее, скорее, поеду домой кушать. Ну, всё, девочки. Обратно я взяла такси. Потому что уже полные руки набрала. И всё. Домой, домой, домой. Хочу показать вам парк вот этот, который возле Меги. Каждый раз еду и каждый раз я забываю показать. Вот. Куча тут качелей. Да вообще погулять с ребёнком, даже без ребёнка. И тоже хорошо. О, сколько народу сегодня. Выходной день. Аттракционы платные? Да нет, не знаю. Я здесь ни разу не гуляла. Но я думаю, бесплатные должны быть. Здесь такие они не особо прям крутые, чтобы платить за них. Ну, дочка с внуком тут гуляли. Понравилось, да? Да. В общем, интересно. Интересно надо будет. Да. Погода сегодня, девочки, хорошая. И на следующей неделе, у меня видео выйдет на следующей неделе, уже объявили бабье лето. Во вторник уже будет 18, в среду 20 градусов. В общем, следующая неделя будет тёплая. Примерно от 18 до 20. Так что мы ещё разденемся, снимем курточки. Это в куртке жарко по-меле. Всё, девочки, я приехала домой. Ничего себе, 4 часа. Я из дома выходила пол 11. Вот это я погуляла. Кушать хочу. Сразу покажу вам, что купила из продуктов в Ашане. Вот эту цветную капусту я тут рядом нигде не вижу её в последнее время. Но вот купила. Буду делать вкусное, люблю. Вот это без кофеина. Вот видите, Де Кафе. Де Кафе написано. Взяла две штуки. Они по акции, со скидочкой. Но здесь рядом нет. Взяла себе вот такие вкусняшечки. Буженинка, колбаска. Вот это вкусное. И каких-то вот этих вкусняшек взяла. Сельдь по-исландски. Это в сладком соусе. В пряной заливке, в горчичном соусе. Но попробую. Тоже вроде недорого. Под 58 рублей такая баночка. И тут при том порция. На раз покушать одному человеку то, что нужно. В общем, класс. Взяла такие две свечечки. Тоже они недорого. Я не помню уже сколько. Одна пион, а другая апельсин. Это тоже в Ашане. И ещё я в Ашане купила новый станок себе. Тут запасное лезвие есть. Ну, 660 рублей вот это вот стоит. Это вот нежное бритьё. И йогурт. Здесь 5 пакетиков. В общем, короче говоря, йогуртная закваска. Буду теперь свой йогурт делать. Я удивляюсь, откуда мне хватило сил всё-таки по Икеи ещё пройтись за этими рамками. В Икеи кроме рамок ничего не покупала. Вот эти вот две такие, какие у меня были. По 119 рублей. 20 на 30. И 30 на 40. 30 на 30 нету. Вот это 189 рублей стоит. Но рамка такая же. То есть всё будет в тему. Баночки для круп я хочу у себя заменить. В общем-то взяла недорогие. И 86,99 стоит вот такая. Я их 5 штук взяла. Последние забрала. И вот эти стоят 70,99 тоже. Вот у красных прозрачная крышка. У этих непрозрачная. Это 0,6. А это 1,3 ёмкость. Вот как раз сюда килограмм крупы должно войти. Так, ну баночки буду я менять уже в следующем видео. Сегодня у меня уже нету сил вот этим заниматься. Сейчас вещи померяю и всё. Ну что, наконец-то мы добрались до самых главных вещей, которые я купила. Значит, что я хотела в брюках. Чтобы они к низу были зауженные. Для того, чтобы их можно было вправлять в зимние свои ботинки. Здесь они идут с начёсом. Такие пушистенькие. Видите какие, да? Видно. А сверху они гладенькие. Очень мягкие и очень лёгкие. И здесь очень широкая хорошая резинка. В общем, классные. Не жмёт резинка. Размер я взяла 50-52. Но они на меня хорошо сели. Вот они сверху как брючки, но в то же время это такие вот как трико. То, что я хотела. Это я нашла. Дальше я хотела такую сверху блузочку. Но, чтобы она была немножко удлинённая. Здесь она тоже вот внутри с начёсиком видно, да? Пушистенькая. Очень такая вот нежная. А сверху вот она, кажется, как вязаная. Довольно симпатичная сверху. Тут небольшая молния. Но это так более декоративная, не знаю, для красоты. Вот, с длинным рукавом. Значит, я её померила 50-52 размер. Она на меня хорошо, свободно сидит. Чуть-чуть длинный рукав. Но взяла она размер меньше, она мне уже тесная. Рукав вроде нормальный, но как бы тесноватая. Поэтому я решила взять просторную. Я люблю просторные вещи. Сумочку. Надо было мне сразу идти в империю сумок. Потому что в империи сумок я как раз её и выбрала. Ну, она более-менее как-то симпатично выглядит. Вроде как с отделочкой. Здесь кармашек снаружи есть. И другой кармашек снаружи есть. Это если ключики положить, что-то ещё. Длинная ручка, которую через голову можно одевать. То, что я хотела. Внутри. Внутри есть тут раз боковой кармашек. И с другой стороны боковой кармашек. Один на молнии, другой не на молнии. Тоже удобно. Вот. Ну, и вот она по размеру более-менее плоская. Как я хотела. Две с половиной тысячи отдала. Со скидкой хорошей. И вот, в общем-то, угодила себе. Ну, и взяла носочки. Носочки удлинённые. Зимой как раз вот под эти штаны. Раз. Чёрные одела. Сверху штаны. Сейчас померю. Носочки возьму. Чёрные померю. В общем, вот это всё. Не считая сумки. То, что я брала в спортмастере. Там мне идёт со скидкой. Там около тысячи, наверное, скидка. В общем, здорово получилось. Вместо заплатить надо было 4 150. Я заплатила 3 097. Вот так. Очень хорошо. Очень хорошо. Сейчас померим. Хочу вам показать полный рост. Полный рост далековато, да? Я смотрю, вот эта блузка. Она очень хорошо смотрится с кроссовками. Как-то так по цвету сочетается. Блузку хотела, чтобы длина была такая вот. Подлиньше. Чтобы закрывала попку. Вот. Но блузочка, я смотрю, она прямо свежает. Такая вот приятная. Классная. Внутри тёпленькая. Я надела вот эти носочки тёплые. Они вот аж до сюда. Хорошо. И штаны я подкатила. Я не знаю, на какой это рост. Но они длинноватые. Даже сантиметров пять подкатила. Ну, а с другой стороны, может быть, эта ткань садится после стирки. Тогда есть запас. Это хорошо. В любом случае, это всё будет заправляться в зимние ботинки. Ткань, она тонкая. Я думаю, будет всё нормально. В общем, короче говоря, штаны классные. И блузка классная. Так. Ну, а сумочка вот. Вот так вот я собираюсь её вот так носить. Ну, это будет, конечно, на пальто сверху или на куртку. Ну, такая хорошенькая, лёгкая, прессованная кожа. И цена симпатичная. И кармашеков много. Сколько мне надо как раз. То, что я хотела. Девочки, я сегодня всё купила. Просто мне повезло, что мне попалось. Именно встретились все вещи, которые мне были нужны. Именно вот такой вот фасончик. В общем, девочки, всё, что я хотела купить, я купила. Покупочками своими довольна. И мне нравятся и штанишки, и вот эта вот блузка освежает очень хорошо. Такой приятный голубой цвет. Мне нравится вот этот цвет такой всё. И сумочка, и, в общем, и баночки купила. Почему купила именно такие? И почему я меняю свои? Я вам об этом покажу уже в следующем влоге. Потому что я сегодня уже устала. Ничего делать сегодня больше не собираюсь. Буду отдыхать целый день. Ходила, в общем, не знаю, сколько километров я там проходила. Но находила много. В любом случае, в общем, полезное сделала для ногу. Помимо всего. В общем, в ближайшее время вроде я уже не собираюсь в Мегу. Потому что я уже докупила всё, что мне было нужно докупить. Всё по списку купила, всё, что надо. Вот, поэтому я хочу с вами на этом попрощаться. Видео своё закончить. Кому видео понравилось, пишите комментарии. Ставьте лайки. Кому понравилась одежда, пишите нравится. Кому не понравилось, в общем, можете писать, можете не писать. В любом случае, самое главное, чтобы это понравилось мне. Я так считаю, мне понравилось всё. Из одежды, во всяком случае, это точно. Вот. Ну всё, мои дорогие. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok